Как у Константина Первого прозвучат мои тексты? Я фанат вообще вот всякой такой вот русской культуры. Нашел его как-то пьяного в баре. Я был 8 марта. Получилось прикольно. С учетом того, что я фанат вообще вот русской культуры, так сказать, я люблю там гармошки, балалайки, но все-таки душа, душа у нас русская. У меня, по крайней мере, вот. Я собирал фразеологизм народа. Ебушки-воровушки, мне пришли к пизде рукав. Ну, они, конечно, они с каждым днем появляются, потому что поколение меняется, вот, меняется все, да, там меняется мода, меняется сленг, но, тем не менее, они уходят, вот, все вот эти фразы разговорные, они уходят в народ. Вот эти фразы мне вот надо было сделать в песне. Да, то есть мне нужен был соавтор, который хорошо это сделал. Я им предложил идею, свои вот эти фразеологизмы. И первое впечатление, конечно, меня поразило от Константина, вот его сочетание такой голливудской внешности, такой харизмы Леонардо Ди Каприо и сочетание с таким брутальным тяжелым вокалом. Ну, лучшим примером, наверное, с чем сравнить, это, наверное, Егор Лепов, «Твои лучшие годы». А еще когда он и спел песню «Гражданской обороны», то это, конечно, было прекрасное впечатление. Я узнал, что Константин Бир пишет альбом и собирается его выпускать в какой-то, не то чтобы ближайший, но есть у него такие планы. Мне очень хотелось услышать, как у Константина Бира прозвучат мои тексты, потому что я пишу их со схожим настроением, вот, со схожим настроением, с которым Константин Бир выступает на сцене. Когда вот эти данные песни были придуманы, надо было их исполнить на концерте, сделать эту программу и показать ее. Концерт просто прошел на ура. Было 8 марта, на женский день. Весь зал просто стоял на ушах, понимаете? Он просто стоял на ушах. Выход и вывод был один. Надо срочно-срочно записывать эти песни студийно в нормальном качестве. Потихонечку начал выпускать сперва синглами, что лишний раз подтвердило, что это имеет место быть и надо это делать. Также помог замечательный человек Алексей Страйков. Тоже некоторые моменты сделал, где-то аранжировочки там, это в студии свои уже доработал. В общем, проект начал набирать сил. Ну, что меня заинтересовало? Костя обратился ко мне с просьбой помочь в записи его песен, поскольку он знал, что у меня есть студия, что я занимаюсь записей и сведением. Ну, меня попросил мой друг Лёха Страйк, чтобы я там что-то где-то записала, где-то подпела. Я не знала, что это за песня, не знала, кому я подпеваю. В принципе, слова я увидела тоже там за день, за два до записи. Я, естественно, согласилась. Я же за всё новое. И, собственно говоря, мы сделали вот первые песни, продакшн. Всё полностью записали, всё отлично получилось. Я принцесса, я в топе всех гламурных лент. Получилось не стойно, и почему бы не попробовать себя в чём-то новом. Так что мне понравилось. С Костей мы знакомы уже несколько лет. Я нашёл его как-то пьяного в баре. Я увидел, что чувак валяется на стойке и такой клюёт носом. А рядом с ним стояла бас-гитара в чекле. Но я подумал, что это наш парень. Предложил ему помощь, доставил его до дома. Ну и, собственно говоря, потом выяснили, что у нас дети в какой-то одной школе. И так завязалась наша дружба. На самом деле, знакомых мы с ним вообще очень немного. Буквально познакомились в этот же день. Перед записью увидели так же друг друга первый раз. Нам это не помешало найти общий язык. И, ну, как мне кажется, прикольнее записать песню. И мы за всё новое.